Всем привет, а я снова в машине. Ну вот. Здравствуйте, Диана. Снова заказала что-то на Алиэкспрессе. В этот раз у меня вообще необычная покупка, на которую я думала, что буду копить долго, но на самом деле мне очень повезло. Вот, и я купила себе наконец-то ту вещь. Там папа с бутлями ходит, ужас. Я себе наконец-то купила ту вещь, о которой я мечтала ещё с начала учебного года. Это, короче, такая крутая вещь. Сейчас буду долго затягивать. Во-первых, тут написано, что хрупкая, потому что это действительно хрупкая. Знаете, что я нашла? Крючок в каких-то какашках непонятных. Мне подойдёт, в принципе. Оп, Диана и подручные средства. Итак. Видите это? Я знаю, что ничего не понятно. К вашему вниманию. Графический планшет Спешл Диана на домашнее обучение. Выпало. Какие-то штучки, они мне ещё, возможно, понадобятся. Самая главная штучка. Ах ты ж, ё-моё. Так, здесь, получается, в наборе планшетик. Тут есть разные кнопочки. Ага. Смотри. Разные кнопочки. Классно. Здесь в наборе есть какое-то непонятное кольцо. И есть дополнительные вот эти вот маленькие стилусы. Возможно, они мне... На, держи. Понадобятся. Итак, сам этот пенсил, по которому я буду передавать все свои действия, можно так даже сказать. Тут есть кнопочки. Только большую, кстати, в руках такой. Да. Мощный. Пенсил. Тут ещё есть для него... Во-первых, здесь есть переходнички, которые можно подключать к телефону, к разным моделям. Ну, это... Вот это твоя USB. Да, вот это моя, а вот это вот... Вот это microUSB. К самому старому. Главное, что нету к айфонам, если надо будет кому-то. Есть вот такой вот мешочек для этого пенсила. Оп. Ну, всё, можно не прятать. Хотя перо лучше прятать туда, внутрь. Да, я знаю, мне кажется... Да, наоборот. Надо пером туда, в другую сторону, да. Всё, и можно перевозить, где хочешь. Подержи. Это переходничок. Потом здесь дальше ещё в наборчике идёт такая перчаточка. Распаковывать в машине это как с нашим жизнью. Ого. Ноздри стайл у нас. Ноздри, как мы любим. Ого, слушай. А, я думал, что с большим пальцем будет. Нет, вот так. А, точно. Вот так. Покажи, что ты покажи. На планшете вот так рука, смотри, так, тык. О. Типа, чтобы она не юзала, и лучше вот так вот по панели. Не знаю, в чём разница. Но это выглядит как бы очень серьёзно, правильно? И на этом всё. Презентация. Презентация. Молодь. Это вообще для того, чтобы менять типа ластик и писачку. Писачку. Ты разберёшься, там драйверов куча и всяких вот этих предустановок, настройки. Вот эти кнопочки. Вот эти все кнопки надо будет настроить под тебя. И так, я уже пришла домой. И что я вам хочу сказать? Я пришла домой ещё два дня назад, во-первых. А во-вторых, что я уже протестировала свой графический планшет в реальных условиях. То есть в школе так и планировала, в принципе. Что могу сказать? Это прекрасная, просто незаменимая вещь. Действительно. Если вы учитесь на домашнем обучении, или просто любите там порисовать на компьютере, графический планшет это просто какая-то находка. Его можно подключать и к телефонам, и к компьютерам, и к чему, что только хочешь. Но на компьютере мне всё-таки больше нравится, как он работает. И сейчас я вам покажу всё-таки, что вообще мне в этом понравилось и расскажу. И так, вот я поставила вроде бы хороший ракурс. Я, во-первых, храню этот стилус у себя здесь в этой штуке, потому что когда ты ложишь без чехла вот так вот просто на планшет, и в принципе даже в чехле он начинает реагировать, и мышка начинает просто дёргаться и нормально не управляться. Поэтому лучше эту штуку хранить где-то сбоку. Итак, во-первых, вы сейчас на экране. Прямо вот здесь. Вот лицезреть и прекрасные формулы. Это я сдавала контрольную схеме. Это, кстати, очень удобно, реально прям супер-пупер. Да, я в пейнте, но я вас умоляю. Во-первых, вот посмотрите, какой я рисуночек уже нарисовала. Это просто мне стало скучно. Вот, смотрите, какая отсятия. Правда, прикольно, мне нравится. Я, во-первых, не художник, поэтому мне простительно, правильно? Итак, смотрите, планшет, получается, реагирует на клики, вот так вот на двойное нажатие. Он работает как мышка, то есть пока я ним не пишу, а просто роняю. Когда я ним не пишу, а просто вот так вот вожу, здесь, во-первых, загорается вот такая вот кнопочка, она находится вот здесь, вот видите, когда я убираю, оно не реагирует. Когда я подношу, оно засвечивается. Пока я не дотронусь до самой панели, то планшет не будет писать. То есть я могу водить вот так вот, как мышкой, просто по экрану. Потом, где я захочу, я нажимаю, и уже начинаю это все писать, все, что мне нужно. Цифры, там буквы, 10, плюс 10. Теперь давайте я вам покажу, как бы я написала. Такой же пример, только мышкой. Приблизительно вот так вот. Я думаю, все-таки сравнение есть, где лучше. Помимо того, что цифры еще пишутся намного лучше, буквы тоже. Вот, например, я напишу свое имя, да? Диа. На. Вот напишу, как я напишу это ручкой, и как я попытаюсь написать это мышкой. Ну, как бы да, я думаю, разница реально есть. вот могу написать какашка можно что-то интересное порисовать еще вот здесь вот находятся такие кнопочки которые в программах не в пейнте а по крайней мере как я подключала к телефону меняют стирачку и он то есть ластик меняет ластик и меняют действие на то есть действие назад вот я в другой программе немножко там рисовала которую мне на ноутбуке то там есть такая возможность вот к компьютеру я еще не подключила эти кнопки как они будут реагируют а также вот здесь на самой панельки тоже есть такая прикольная штука ну как то получается так но в основном я очень довольна действительно довольно это просто незаменимая вещь пиши все что хочешь на экране например задачи я решаю исключительно теперь на на экране вот треугольник какой вот мне надо я нарисую все опозначу все что мне надо десять двадцать сорок саде ноль 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 там например какого-то человека там нарисовать оп 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 как бы все возможно все возможно но для домашнего обучения это реально незаменимая вещь так намного удобнее видите вот вожу просто не дотрагиваясь оно не пишет когда дотрагиваясь до экрана начинаю вот писать сейчас я покажу подключу к телефону и так как это все работает на телефоне во первых здесь в комплекте идет переходник и но на айфоновский переходник нету поэтому как то так есть только на android во первых вот работает полностью вся панель хотя по идее должно только половину панели поэтому буквы немножко плющит вот я например пишу и реально я хочу там написать например тоже диана и буквы сплющить я не знаю возможно это нужно как-то настраивать но получается как-то так но зато мне нравится вот нажимая на кнопочку вот нужно поближе к планшету нажимая на кнопочку и последние действия удаляются напишу еще что-то специально вот например как круг если я рисую кругом получается таким потом нужно нажать на эту кнопочку и уже включился ластик к экрану я не дотрагиваюсь так что получается как то так я кстати еще этот планшет на время давала своей младшей сестре младшая сестра на него залипла на целый день и до сих пор бросит у меня его хотя я сама на него залипла и сама сижу целыми днями что-то калякаю без разницы просто что-то калякаю мне очень нравится и действительно это доставляет удовольствие так что если вы учитесь на домашнем обучении если у вас там например какой-то репетитор или просто любите рисовать эта штука прям для вас и если смотреть я заказывал с алиэкспресс и тому быть классные планшеты по скидке и между прочим намного дешевле например я свой планшет заказа за 700 гривен а у нас он стоил 1700 как бы ну есть разница мне кажется вот так что получается как-то так на этом я уже буду заканчивать свои видео так что всем спасибо за просмотр и до новых встреч пока пока стоп я забыла я забыла пока пока вот я типа художник пока пока